Мелодия Тресогуска О его творчестве Но сегодня мы сразу перейдем к практической части Я вам сейчас наиграю этот наигрыш И потом мы приступим к разучиванию этого произведения Сразу напоминаю, что нужно следить за тем, чтобы не мешали рукава Правильно сидеть, чтобы обе ноги стояли твердо, на пяточках Ну и нужно обязательно следить за осанкой Сидеть прямо Итак, наигрыш Артема Григорьевича Гришкина Тресогуска Если вы внимательно слушали этот наигрыш Заметили, что я его сыграл 4 раза Наигрыш очень короткий Под этот наигрыш можно хореографическим коллективом смело ставить танец Тресогуска Ну или любую какую-то птицу можно взять для исполнения танца Но мелодию можно использовать эту Итак, начнем разучивание Значит Левой руке Ставим третий палец на вторую струну Указательный палец на третью струну И большой палец на четвертую струну То есть средние все три позиции Средние струны задействованы изначально Открыты у нас первая и пятая струна Итак Что мы делаем Медленно В медленном темпе ударяем по всем струнам Но звучать будут именно первые и пятые струны Раз Два Три Четыре А дальше открываем третью струну Указательный палец убираем И остаются у нас вторая и четвертая струны Они стоят на месте Удар Потом меняем указательный А третий палец отрываем Открывая вторую, первую и пятая струна у нас естественно открыта И обратно Еще раз в медленном темпе Вот этот момент полностью показываю Еще раз можно еще чуть-чуть помедленнее Еще в этот момент можно добавить два удара сверху и снизу Каким образом получится Вот в этот момент уже заканчивается это предложение И вторая половинка будет следующая Значит, когда мы сделали эти два последних удара сверху и снизу Открываем снова вторую струну А указательным пальцем закрываем третью И значит делаем удар Потом опять меняем указательный Убираем палец, открывая третью струну И потом После вот этого удара Мы указательный и большой палец ставим на третью и пятую струну Четыре удара произошло у нас Значит, сверху, снизу, сверху, снизу И закрываем опять три средних струны Открывая пятую и первую Но удар идет по пятой струне Как вы заметили, я один раз сначала ударил по пятой струне А потом идут четыре удара А потом идут четыре удара Опять сверху, снизу, сверху, снизу Теперь показываю полностью этот момент Это предложение Теперь нужно соединить эти две части Еще раз напоминаю Значит, сначала стоят указательный, большой и средний палец на средних струнах Делаем четыре удара Открываем третью Вторая Третья И еще можно один раз сыграть Два удара вот этих вот последних То есть получится у нас не четыре быстрых удара, а шесть Получается раз, длинный сначала Раз, два, три, четыре, пять, шесть Таким образом закончится мелодия Еще раз полностью играю в медленном темпе Чтобы вам было понятно И вы успевали смотреть на левую руку Когда идет смена пальцев И снова Итак, значит Если у вас получилось Вы сыграли в медленном темпе От начала до конца Без ошибок Здесь дальше можно сыграть с добавлениями Или, так скажем С мелкими длительностями Значит В первых четырех ударах Вот таким образом можно сыграть То есть Так же получается у нас Один длинный удар Раз, два, три И потом уже опять меняется Позиция То есть Как в окончании у нас Шесть коротких ударов Или быстрых ударов Так же и во вступлении будет На первой струне Здесь тоже можно добавить Обратные удары То есть Нужно сказать о том Что Когда Артем Григорьевич Гришкин Исполнял этот наигрыш Он его каждый раз Исполнял по-разному Ну и в целом Вообще Можно сказать о том Что музыканты Не стремились Наверное Как-то выделить Определенный кусок мелодии И играть его постоянно Одинаково Всегда могли мелодию Чуть-чуть Изменить Поэтому И каждый раз Слушая мелодии Удивляешься тому Что Они каждый раз Звучат по-разному И вот как раз У Артема Григорьевича То же самое И происходит А теперь Сыграем В медленном темпе Два раза Но по-разному То есть Первый раз Сыграем Так как изначально Учили А второй раз Уже Вот с этими Как раз Мелкими длительностями Или с упрошениями Сыграем За вторым разом Сыграем Закончить мелодию Закончить мелодию Можно таким образом И еще один удар Добавить В самом конце То есть получится Семь Коротких ударов Итак Если у вас Все получилось Вы выучили Этот простой Казалось бы Короткий наигрыш То можем Сыграть Чуть-чуть Побыстрее Ну и в завершении Давайте с вами вместе Сыграем В быстром темпе Вот такой Казалось бы Несложный наигрыш Но При разучивании Есть все-таки Немножко Трудностей Которые нужно Преодолеть И разучить Можно этот Наигрыш И использовать Его Ну как я уже Раньше говорил В хореографических Коллективах Записывая фонограммы На этот наигрыш Или Исполнять Данную мелодию На различных Сценических Площадках Желаю вам Я творческих Успехов Учитесь Разучивайте Исполняйте Данные мелодии И мы Хотим вас Видеть На концертах Фестивалях Праздниках Как нашего города Так и за пределами Ханты-Мансийска Ну и конечно же Округа Желаю удачи До новых встреч Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова